В Роскосмосе скандал задержан советник Рогозина Иван Сафронов, бывший журналист, писавший некоторое время назад о поставках российских истребителей поколения 4++ Су-35 в Египет. Тогда статью удалили, а в международной политике стало немного напряженнее, потому что США принялись давить на власть Египта, угрожая санкциями. И вот спустя более чем год автора статьи Ивана Сафронова, уже поступившего на службу в Роскосмос, обвиняют в государственной измене. Так что же такого мог рассказать журналист в своей статье? Наверняка ничего особенного, но мог поделиться за вознаграждение дополнительной информацией, которую получил в результате того расследования. Впрочем, пока это не более чем версия. Так что же, родина в опасности и россияне прогнили душой? Своим мнением об этом с накануне ТВ поделился генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Есть факт возбуждения уголовного дела. Что за этим стоит, никто не знает. И не узнает, потому что, так сказать, это сведения, составляющие государственную тайну. И материалы по данному делу могут предоставлять только, исключительно, следователь или надзирающий прокурор. Даже адвокат сейчас даст подписку и ни слова по поводу этого дела сказать не сможет. Так что мы с вами обсуждаем фантом, который по большому счету по факту существует, а что за этим стоит, никто не знает. Если он затрагивал темы, которые являются закрытыми, а закрытыми являются многие вещи с точки зрения военно-технического сотрудничества и продажи вооружения за рубеж, начиная от стоп-цен, кончая техническими характеристиками. Поэтому тут тоже сложно говорить, насколько это имеет под собой основу. Но за этим может стоять еще другое. Помимо того, что, может быть, какие-то материалы написаны, а я думаю, что если бы это было только сам факт публикации, его арестовали бы раньше. Если речь идет о дополнительных сведениях, которые он кому-то передавал, это уже совершенно другой калинкор. В ФСБ заявили, что Сафронов собирал и передавал представителям спецслужб одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации. Но что это конкретно был за эпизод с самолетами или какой другой, пока не ясно. Не исключено, что вербовка Сафронова произошла уже после поступления на работу в Роскосмос. Затем с того, что часто деформация человека начинается после того, как он пришел в какую-либо структуру. Он был белый, пушистый, честный, порядочный, все у него отлично. Так сказать, дедушка гражданскую войну прошел, прабабушка была революционеркой. Все хорошо, все чисто. Но как только человек в силу своей психологической деформации попадает в место, где он может что-то заработать или каким-то образом проявить себя негативно, то это никак не связано ни с его спецпроверкой, ни с его анкетой, ни с его даже проверкой на полиграфиках. Потому что все начинается потом. Вот для того, чтобы проверить человека, нужно назначить его начальником. И ты сразу поймешь, что это за человеком. Возможно ли, что все происходящее не более чем шпиономания? Генерал Михайлов считает, что вряд ли. Идет очень жесткое противостояние, очень жесткое противодействие между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки. В данной ситуации есть общие интересы Российской Федерации, которые мы пытаемся реализовать. Есть интересы наших противников, которые нам пытаются не допустить возможности реализации наших национальных интересов. Но для того, чтобы это сделать, нужно иметь своих людей. Людей, которые имеют, владеют информацией, могут передавать информацию. Эту информацию можно покупать. А у нас сегодня, кстати говоря, в условиях современных отношений, это стало расхожей темой. И опять-таки, я говорю, не в привязке к конкретному этому делу, потому что мы с вами не знаем материалов. Но факт остается фактом. Так сказать, сегодня информация является некими инвестициями для людей, которые хотят на этом заработать. Вот, собственно, о чем сейчас может идти речь. Надо просто поменьше болтать, считает Александр Михайлов. Но как это сделать, вот задача. Потому что сегодня информацией обладают не только государственные структуры, но и многие частные корпорации. Бдительность нужна. Бдительность. Не надо расслабляться. И, как правило, знаете, как говорили раньше, да, от локаток был болтон, находка для шпиона. Вот эту болтовню, в том числе и в журналистском корпусе, надо потихонечку заворачивать. И очень четко фильтровать ту информацию, которой ты располагаешь, не выводя ее из жмена. Поэтому только так. Тем более, что в России появляются новые технологии, появляется рынок предложений в области современных видов вооружения. Запад заинтересован, не только Запад, а вообще заинтересованы, так сказать, страны приобрести современное вооружение для своих вооруженных сил. Поэтому мы прекрасно понимаем, что эта тема, она была всегда, она, судя по всему, всегда и будет. Вопрос только в том, что когда начинаются пиковые нагрузки. Любые события, которые есть в России, начиная от Северного потока, кончая разработкой новых видов вооружения, техники, укрепления вооруженных сил, появление новых технологий в Российской Федерации. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и узнавайте новое каждый день.